Трусов презрительно скользнуло взглядом... Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас хочу вам открыть небольшой секрет. Мы всей семьёй сотрудничаем с компанией Армель. Советую её и вам. Это молодая российская компания. У нас 4 направления. Есть парфюм, кофе, красота, другие волны с товарами и верневного спроса. Превосходное качество, доступная цена и сам продукт лёгкий для продвижения. У нас есть от видов дохода. Обход бесплатный. С одного флакона можно заработать от 500 до 1000 рублей. Хорошие отзывы и положительные эмоции. Рекомендую всем этот красивый и вкусный бизнес. Рэндель Фрейкес, Вильям Вишир, Терминатор, Санта-Моника, спортивно-оздоровительный центр, красота и здоровье. 18 часов 18 минут вечера Сара свернула на стоянку возле двухэтажного здания оздоровительного центра. Она соскочила с мотоцикла и направилась к длинному, приземистому зданию, которое, несмотря на деревянную обшивку и желтоватую окраску стен, походило скорее на тюрьму, чем на спортивное сооружение. Она помахала девушке за стойкой, и та показала ей на дверь секции аэробики. Впрочем, Сара могла бы и сама с легкостью отыскать подругу рев тяжелого рока, слышно ее в коридоре, безошибочно указывал. «Где занимается Джинджер?» Сара толкнула тяжелую дверь, и ее сразу обдала душной волной нагретого воздуха, хотя в зале не прекращал жужжать кондиционер. Мелодия Дениса Уильямса, от которой дрожали стены, вдохновляла стайку отдувавшихся девиц на телодвижение, изящество и непринужденность которых напоминали о лучших традициях муштры, а в русской армии. Джинджер громко отчитывала такты и гоняла своих подопечных не хуже сержанта, а в лагере начальной военной подготовки. Девушки в цветных колготках скакали, тряслись, молотили руками и ногами. И все это называлось красивым словом «танец». Лишь несколько человек внимательно следили за тем, как чисто и элегантно выполняет упражнение неутомимые джинджеры более или менее удачно подражали ей. Большинство же имели такой вид, словно только что разделались с порцией «Биг Джеффа», и теперь страдают от неизбежных последствий обжорства. А Саре никакие тренировки не требовались при ее 34-часовой рабочей неделе в ресторане «раз, два, три, четыре». Растянулись, командовала Джинджер, которая была полностью о своей стихии. Но после трех минут этой вакханалии даже Денис Уильяме истощил свои возможности, и пленка подошла к концу. А в наступившей внезапной тишине раздавалось лишь посвистывание и шорохи микрофона до жалобной охи. Джинджера с победоносным выражением осмотрела свою гвардию и самодовольно спросила «Здорово было сегодня». Да, свой энтузиазм девицы выразили краткими репликами малопристойного содержания. Ну уж нет. Или вы правильно понимаете свои задачи, или мы переходим на более интенсивную программу, давясь от смеха, заявила Джинджер. Пока Джинджер облачалась ов свой обычный свитер и джинсы. Сара сидела в раздевалке, неужели имя совпадает? «Сочувственная» спросила Джинджер. «Мондо Бизарра, странный мир» «Исп, а в том то и дело». Сара смотрела отсутствующим взглядом на стенку шкафчиков и крутила в пальцах провода наушников. Джинджер изобразила привидение из фильма ужасов и, зловеще завывая, подступила к подруге. Маленькая Сара не знала, что ждет ее на пути домой после долгого, трудного дня, темно. И навстречу ей, нет, Джинджер просто невозможная выдумщица. Сара прыснула, хватит тебе, я всегда знала, что ты прославишься, Конор, заметила Джинджер, отбирая у Сары наушники и распутывая провод. «У меня такое странное чувство, как будто это я умерла», продолжала Сара. «Ну и как оно там не холодно для бикини?» «Мне кажется, не занимайся ерундой, прекрати же, Джинджер, извини». «Что ты хотела сказать?» «Мне вдруг пришло в голову, а что?» «Если бы вместо той женщины убили меня, что останется после меня?» «Я хочу сказать, изменится ли что-нибудь от того, есть я или меня нет?» Джинджер сощурилась, на полном серьезе Сара кивнула. «Джинджер задумалась, ты всегда вовремя вносила свою долю квартплаты, поделилась результатами своих размышлений, Джинджер, а это уже немало, зато тебя ничем не прошибешь», — скинулась Сара. Джинджер пришлось все-таки оставить свой легкомысленный тон. Она обняла Сару за плечи и прошептала ее в ухо, «Ты у меня самый замечательный друг», — улыбнулась Саре и поспешила добавить, «Идем отсюда!» Сердце разрывается, на тебя глядя. Они зашли в зал, где на силовых снарядах тренировались мужчины. Сара хотела еще раз повидаться с Мэттом. Джинджер продефилировала к скамье, на которой лежал парень и качал пресс. Мэтт стоял над ним, проверяя правильность движений. Джинджер принялась демонстративно разглядывать парня, «Дышишь неправильно», — наставлял его Мэтт. За снаряд надо браться вот так. «А, Джин, привет, смотри, я покажу тебе, как надо качать». Мэтт согнался с камьи мускулистого малого, сам лег на его место и начал легко двигать тяжелую гирю. Вверх-вниз, вверх-вниз. Разозлившись от избытка, проявленного к ней внимания, Джинджер подобралась к Мэтту сзади. Он как раз опускал гирю. Улучив момент, Джинджер передвинула стрелку тяжести на отметку «60 фунтов». Мэтт продолжал качать. Он напрягся перед тем, как поднять вес, и... Глаза его чуть не вылезли из орбит. Но он совладала с собой и выжил вес. «Спасибо, Джинджер», — только и сказал он. Она не собиралась останавливаться на достигнутом. Положила руку юноши на талию, впилась в него долгим, откровенным взглядом. «Ничему хорошему ты у этого слабака не наберешься. Развели тут обучение во сне. А ты посмотри на него, Мэтт. Тебе самому впору брать у него уроки». Джинджер повернулась к Мэтту и ткнула его кулаком в живот, напоминающий каменную стену. «Так я и думала», — разочарованно протянула она, не мышцы, а спагетти. Она попыталась ущипнуть могучую руку, позор, бицепсы как тряпочки, живот, кисель. Она снова обратилась к парню, который уже не знал, куда ему деваться. А вот этот человек работает над своим телом. Если, конечно, присутствующие понимают, о чем идет речь. Терпению Мэтта пришел конец. Он издал глухой рык и схватил неуспевшую увернуться Джинджер. Как она не сопротивлялась, он поднял ее над головой, точно легчайший из спортивных снарядов. «Ну как?» Джин не утомилась. «Поцелуй меня», — вкрачивым голоском попросила она. «Мэтта не нужно было просить дважды». Он осторожно поставил ее на пол и немедленно подчинился. «Ты прелесть», — сообщила Джинджер и погладила его покрасневшие щеки. А к ним подошла Сара. «Привет, Мэтт». Мэтт кивнул ей. Джинджер наградила его звонким поцелуем, оставив на шее яркое пятно помады. Пока Джинджер выясняла отношения с Мэттом, Сара отошла к питьевому фонтанчику в конце зала. Высокий атлета с темными волнистыми волосами оторвался от своих упражнений и окинул Сару взглядом истинного супермена. «Привет. Я тебя уже видел тут. А ты классная девчонка. Я запомнил тебя. Меня зовут Марка». Бдительность Джинджера обмануть было непросто. Она прекратила возню с Мэттом и наблюдала, как замешательство Сары сменяется некоторым интересом. Она критически покачала головой. «Привет. Я — Сара». Она протянула руку, которую Марка поцеловал. А к такому повороту событий она не была готова. Стремительно отдернула руку и, сама не зная почему, обтерла ее сзади о шорты. Марка еще не исчерпал свой репертуар. Он склонился к ней и выразительно прошептал, «Если ты не занята сегодня вечером, могу показать, как лучше провести время». Сара не успела придумать, как бы ей его отшить, но тут-то к ним подошла Джинджер. А с самым небрежным видом она оттянула резинку его спортивных трусов, презрительно скользнула взглядом в темнеющую перед ней глубину. «Не стоит терять время, пойдем, Сара», — процедила она. И прежде чем Сара успела ответить, она схватила ее за руку и потащила к двери, оставив Марка в изумлении. Джинджер была очень довольна собой. А в считанные минуты ей удалось с блеском применить два вида смертоносного оружия из арсенала настоящей женщины, заявить о своем полном господстве на подвластной ей территории и оставить за собой. «Последнее слово. Ну спасибо тебе», — сказала ей Сара, «еще десять секунд, и я бы сама с ним разобралась». Джинджер от души расхохоталась, не замечая двусмысленности слов Сары, «не сомневаюсь». Но лучше побереги свой пыл для сегодняшнего свидания с мистером Порше.